Что ж, давайте будем начинать со второй книги, наконец-то, ко всеобщему удовлетворению. Книга вторая. Итак, при наличии добродетелей двух видов, как мыслительной, так и нравственной, мыслительная возникает и возрастает преимущественно благодаря обучению, именно поэтому нуждается в долгом упражнении, а нравственная рождается привычкой, откуда и получила название. Вот это при небольшом изменении буквы. И Аристотель в этой, казалось бы, совершенно дилетантской попытке сыграть в лингвистику, да, оказывается абсолютно прав. Характер возникает от привычки, но характер, говорим мы, ровно как и привычка, требует времени, времени и опыта. Аристотель не говорит этого здесь и сейчас, он оставляет время и опыт за скобками. Отсюда ясно, что ни одна из нравственных добродетелей не врождена нам по природе. И вот здесь мы делаем следующий вывод, который уже делали ранее. Нравственная добродетель не настоящая добродетель, потому что нравственная добродетель искусственно. Она занимается тем, что исправляет естественные наклонности. Ну-ка, да, читайте еще раз, еще раз отсюда. Отсюда ясно, что ни одна из нравственных добродетелей не врождена нам по природе, ибо все природное не может приучаться к чему бы то ни было. И следующий шаг. Если естественные наклонности исправляются искусственной добродетелью, не значит ли это, что естественные наклонности всегда недобродетельны? Не хочет ли Аристотель сказать, что человек по природе своей и так далее? Ну да, но Фукидид об этом говорил в позитивном ключе, да? Мне кажется, что в этот момент мы, конечно, должны взглянуть на Фому. И если Фома понимает этот отрывок соответствующим образом, то тогда мы смело можем сказать, что, в общем-то, Аристотель, Фома, Гоббс – это прямая линия. Ну, условно прямая линия, или одна и та же логика. Но Аристотель этого не говорит. Почему? Потому что в случае рассуждения о добродетели и порочностях, если нравственные добродетели – это искусственные добродетели, то рассуждение о добродетели и порочности, реальное рассуждение, подразумевает только одно добродетель, только естественный добродетель. И естественный добродетель, несмотря на то, что она развивается, тоже, наверное, путём привычки и усилий, явно должна иметь какой-то зачаток с самого начала, а не его противоположность. Если вы естественно тупы, то никакая тренировка, никакие усилия не сделают вас разумными. Разве можно быть естественно тупым? Без комментариев, да, надо говорить в этом случае. Так, например, камень, который по природе падает вниз, не приучишь подниматься вверх, приучая его, подбрасывая вверх хоть тысячу раз. Огонь не приучится двигаться вниз, и ничто другое, имея по природе некий образ существования, не приучится к другому. Следовательно, добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся. Аристотель снова усложняет систему и снова приближает её к реальности. Если бы мы по природе были просто порочны, и в этом бы заключалась наша природа, мы бы ничего сделать с собой не могли. По природе камень падает вниз и точка. Никакой привычкой, никакой практикой его подниматься вверх не научишь. Огонь идёт вверх и точка. Никакая практика не заставит его идти вниз. Но люди немного более гибкие по природе своей, чем остальные природные объекты. У нас есть, несмотря на наши отрицательные природные склонности, мы можем воспитать в себе некие добродетели, некую привычку, которая противостоит этим природным склонностям. Далее всё то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала как возможность, а затем осуществляем в действительности. Сначала как потенцию, видите, дюномейс, некую силу, а потом в действительности. Это поясняет пример с чувствами. Ведь не от частого вглядывания и слушания мы получаем чувство зрения и слуха, а совсем наоборот. Имея чувства, мы ими воспользовались, а не то, что воспользовавшись, обрели. А вот добродетель мы обретаем, прежде что-нибудь осуществив, так же, как и в других искусствах. Добродетель искусственно, вы видите. Ибо если нечто следует делать, пройдя обучение, то учимся мы, делая это. Например, строя дома, становятся зодчими, а играя на кефаре – кефаристами. Да. Добродетель – неврождённая склонность, и потому мы не можем просто воспользоваться ей, как мы пользуемся зрением или слухом. Наоборот, для того, чтобы стать добродетельным, сначала надо долго и усердно тренироваться. Более того, совершая правые поступки… Справедливые. Справедливые поступки мы делаемся справедливыми, поступая благоразумно – благоразумными, действуя мужественно – мужественным. Обычно потенция стоит перед действием. С добродетелями всё ровно наоборот. Сначала… Ну, потенция – плохо. Давайте, вот тут он говорит возможность, но дюнамис – это, конечно, сила или способность. Обычно сначала способность, потом осуществление этой способности. В случае с добродетелями ровно наоборот. Сначала действие, а только потом способность. Это означает, что пока мы учимся быть моральными, мы остаёмся а-моральными или не-моральными. Это понятно, потому что обычно, когда мы учимся быть моральными в детстве, понятное дело, что дети, конечно же, не самые моральные существа на свете. Это также означает, что неизбежно все проходят через ситуацию, когда они делают добродетельные поступки, в душе оставаясь несчастными, в душе не привыкнув к ним и в душе отрицая их. Помните, когда мама говорила, что надо делиться и заставляла вас с кем-то делиться, что вы ощущали в детстве? Ничего хорошего точно. Помните, когда она говорила, что теперь вы взрослые, пора мыть посуду, пора помогать маме серьёзно? Ничего хорошего в этот момент вы не ощущали. И каждый раз закатывали истерику от этого невыносимого адской добропорядочности, навязываемой сверху. Именно поэтому, в частности, давайте вот так, конечно же, дети не могут быть счастливыми. Даже дети, совершающие добродетельные поступки, не могут быть счастливыми, потому что они совершают их в рамках тренировки, что подразумевает, что они недобродетельны. Доказывается это и тем, что происходит в государстве, ведь законодатели, приучая к законам граждан, делают их добродетельными. Помните Апология 24D, 25А? Сократ и Милет. Что же это, Милет, скажи мне, кто же делает юношей лучше? Вот эти делают юношей лучше. Ты хочешь сказать люди? Ты хочешь сказать собрание? Да, Сократ, все делают юношей лучше. Каким же образом, Милет? Да потому что приучают их следовать закону. Отец учит своего сына быть хорошим человеком, обучая его законопослушности. Кто принимает законы? Народное собрание. А значит, все вообще делают юношей лучше. Аристотель согласен. Добродетель – это законность. И все делают юношей и детей добродетельными, заставляя их следовать законам. Но мы возвращаемся таким образом к утверждению о том, что, естественно, нет выше искусства, чем политическое искусство, когда речь идет о нравственных добродетелях. Только это искусство делает людей добродетельными. Никаких других искусств нет. Потому что только это искусство заставляет их, приучает их добродетели с помощью наказания, с помощью закона. Ибо таково желание всякого законодателя. А кто не преуспевает в приучении, не достигает цели. И в этом отличие одного государственного устройства от другого, а именно добродетельного от дурного. Всякий законодатель стремится к добродетели, но не всякий его достигает. Плохое государство от хорошего отличается только успешностью в воспитании добродетелей. Мы можем смело сказать, успешностью в законодательстве и исполнении, или как теперь правильно поговорить, правоприменении. Две вещи. Законы и их исполнение. Вот что отличает хорошее государство от плохого. Мы сперва можем сказать, смотрите, какой адский либеральный вывод. Но ведь законы могут быть несправедливыми или наоборот плохими. Законы могут быть плохими, но от этого государство, даже если в нем реализуются эти плохие законы, все равно остается хорошим. Нет. Если законы плохие, они не делают юноши добродетельными. Поэтому даже если они хорошо применяются, в смысле исполняются, они превращают людей в порочных людей. И это государство все равно плохое. То есть вся политика, как ее изображает здесь Аристотель, именно в ее высшей части, в части заботы о благе, связана только с законодательством и исполнением законодательства. В ней больше ничего нет. Но мы можем сказать, что это связано, конечно, с целевой аудиторией. Далее всякое добродетелье возникает и уничтожается, так же, как искусство. Из одного и того же, благодаря одному и тому же. Вместо далее опять более того. Смотрите, третья причина, по которой добродетельнее возникает по природе. Ведь мы бы могли сказать, что вполне можем себе представить такую естественную наклонность, которая бы ввела к собственной практике и тем самым развивалась. Ну, например, вы, естественно, склонны считать милым то, что слабее, меньше и отстали, чем вы сами. Детей, собак, вот это вот все, ежиков там. Это естественная склонность вела бы к определенной практике. Вы защищаете детей, защищаете собак, защищаете ежиков. Это бы, кажется, вело бы к некой добродетели, как к привычке и развитию вашей естественной наклонности. Однако Аристотель говорит, что помимо самой практики и желания этой практики, есть еще и качество этой практики. Иными словами, естественная наклонность, как практика, никогда бы не развелась в добродетели, потому что это всегда была бы плохая практика, неумелая практика. Самый добрый из людей не может быть добродетельным, потому что его естественная наклонность просто реализует саму себя. Его естественная наклонность неразумна. В том, что он делает, нет разума. А значит, скорее всего, он будет делать это плохо. Не всякий, кто учится играть на кефаре, становится хорошим кефаристом. Не всякий, кто строит дом, хорошим строителем. Точно так же и с добродетелью. Поэтому добродетель требует, мы могли бы сказать, интеллектуальных усилий. А значит, добродетель является результатом не желающей души, а разумной души. Мы снова возвращаемся к трем типам души и к тому порядку, который рисует Платон, а вслед за ним и кажется Аристотель. Законодатели должны быть мудры. Только так они смогут создать законы, которые вели бы к хорошим практикам, а не просто к практикам. То есть действительно добродетельных людей единицы? Нет. Даже предположив, это рабовозможное, что есть люди, у которых есть естественные наклонности, которые можно было бы назвать наклонностями к добродетелю. Мы, тем не менее, не могли бы сказать, что эти люди могут стать добродетельными, просто следуя своим наклонностям, естественным путем. Ну то есть законы помогают делать людей добродетельными, то есть развивать в них нравственные добродетели. Да. Но интеллектуальная или умственная добродетель, ей обладают только единицы. И как раз люди, которые обладают этой добродетелью, создают законы. Так? Такой вывод напрашивается. Но мы не можем его сделать, потому что мы читали политику. Будь это не так, не было бы нужды в обучении. Все так бы и рождались добрыми или худыми мастерами. Так обстоит дело и с добродетелями. Ведь совершая поступки при взаимном обмене между людьми, одни из нас становятся людьми справедливыми, а другие – несправедливыми. Совершая же поступки среди опасности и приучаясь к страху или к отваге, одни становятся мужественными, а другими – трусливыми. То же относится и к влечению, и к гневу. Одни становятся благоразумными и ровными, другими – распущенными и гневливыми, потому что ведут себя по-разному. Короче говоря, повторения одинаковых поступков порождают соответствующие нравственные устои. Потому-то нужно определить качество деятельностей. В соответствии с их различиями различаются и устои. Так что вовсе не мало, а очень много, пожалуй, даже всего, зависит от того, к чему именно приучаться с самого детства. Да. Исследование добродетели должно начинаться там, где начинается сама добродетель. Добродетель начинается с детства, поэтому исследование ее должно начинаться с детства. Итак, поскольку нынешние наши занятия не ставят себе, как другие, цель только созерцание… Ну, мы видим опять, кто расстроен. Мы ведь проводим исследования не за тем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными. Да, вы видите, знание не есть добродетель. Я бы отправил вас к Евдемовой этике. Она есть только одна. Это страница 13 или 34 перевода, которые существуют. Он только один сейчас в России на русском языке. Иначе от этой науки не было бы никакого проку. Постольку необходимо внимательно рассмотреть то, что относится к поступкам, а именно, как следует поступать. Ведь мы уже сказали, от того, как мы поступаем, зависит, каким быть складам – души или устоям. Да. Устоям плохо всегда приводите, считайте устой, как привычку. Значит, все мы хотим, давайте в основе составим эту картину, все мы хотим некоего блага. Когда мы действуем, мы всегда стремимся к некоему благу, некоему предполагаемому благу. Это благо, как предполагаемое благо, всегда есть ложное благо, или практически всегда есть ложное благо. Чтобы добиваться истинного блага, мы должны обладать знанием. Но Аристотель говорит, что это благо на самом деле, высшее благо – это счастье. Счастье имеет несколько компонентов. Действие, то есть добродетель – это первый из них, самый важный, который мы исследуем. Потому что внешние блага, они абсолютно прозрачные и понятные. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, в чем заключается внешний благо. Но этот добродетель предполагает не просто знание, а в первую очередь действие. Действие, а не созерцание. Вот что такое добродетель. И, соответственно, действие в соответствии с знанием – вот что делает нас счастливыми. Знание, о котором идет речь, – это знание о благе. Или, вернее, о том, в чем заключается благо или высшее благо, из чего оно состоит. Но счастье возникает только при деятельности. Удивительное дело, но все, что касается блага, мы обсудили в первой книге. То есть оно настолько доступно, отталкиваемся ли мы от общепринятых мнений, следуем ли индукции или дедукции, мы приходим с точки зрения Аристотеля всегда к одним и тем же выводам, касающимся знаний о благе. В то же время добродетель или практика, или действие гораздо более сложна и разнообразна, чем благо. Поэтому исследование добродетели посвящено гораздо больше места, чем исследование блага. В этой диаде знания о благе и добродетель добродетель играет более базовую роль. И в этом смысле, быть может, более важную. По крайней мере, для законодателя. Да. Я спросила вопрос по поводу действий. Если вы это уже попадаете, то есть, я тебе потом, или не после, если вы спросите по поводу действий, предполагает обязательно передвижение изменений физического проблем в пространстве, то есть действия, как бы прямо сходить, сделать, или, не знаю, улыбка, если не, человеку, это будет уже как бы, не знаю, что там вообще было, у нас уходит удаление, там, и так далее, и мы про музыку говорим, да. Да, шутка, шутка, все это действия, действия, да. То есть только мысли не считаются действиями. Ну, если мысли, прям, как я напомню, на любви о человеке, это не действия, человеку сразу счастливы от того, что там любит, там, людей, родных, это прям очень не действия, типа все. Нет, греческая эвдемония, они есть русское счастье. Когда Аристотель говорит счастье, он никогда не думает о душевном покое, равновесии, эйфории, вот это вот вообще нет. О способности верно поступать и удовлетворении, соединяющейся с этим верным поступком. Да, посмотрел, посмотрел, посмотрел. Про удовольствие и радость. Удовольствие – это гэдуне. Вот. На самом деле и в этом смысле нам супер повезло, потому что греки и мы принадлежим к одной цивилизации. Это не Индия, не Китай, где за словом, которое походит на наше слово, может стоять все, что угодно. Здесь именно это и стоит. Гэдуне – первоначально телесное даже удовольствие. Но чем дальше мы двигаемся от первоначальных употреблений, тем больше гэдуне употребляется в душевном смысле. Хайро – это радость. Надо заглянуть еще раз, но, по-моему, это буквально все. Она может употребляться как удовольствие. Ну, то есть там нет никаких… Вновление радости. Да, нет никаких задних смыслов. То есть нам не нужно дополнительно внедряться в язык, чтобы разделять с греками понятие радости и удовольствия. И когда счастливы по аристотельской системе, мы получаем или выставляем благ совершенно где-то, вообще используем слово здесь. Когда мы счастливы, счастье связано с удовольствиями определенно. Но Аристотель ведь, как вы помните, сразу говорит, что не надо думать, что благо, то есть счастье, заключается в телесных удовольствиях. Он также говорит в «Десятой книге», что высший добродетель сопровождается удовольствием, обязательно сопровождается удовольствием. Но это слово не телесное удовольствие. Так поступать согласно верному суждению – это общее правило, и мы примем его за основу. А поговорим о нем позже. Какое о том, что такое верное суждение и как оно соотносится с другими добродетями? Да. Добродетельные поступки, добродетельные действия – это только действия, которые соотносятся с верным суждением. Впрочем, условимся заранее, что давать любое определение поступкам лучше в общих чертах, и не точно, согласно сказанному вначале, что точность определения необходимо соразмерять с предметом. Аристотель снова напоминает. Невозможно быть точным в этих вопросах. Всегда будут искажения, исключения, какие-то непонятные и странные формы, которые заранее нельзя предсказать. А ведь во всем, что связано с поступками, их пользой и вредом, нет ничего раз и навсегда установленного, так же, как и в вопросах здоровья. Верное суждение не закреплено раз и навсегда. Вопрос, можно ли сделать его универсальным, точным, и без исключений – это вопрос, на который Аристотель отвечает скорее отрицательно. То есть он говорит, единственный способ определить верное суждение навсегда, абсолютом – это середина. Верное суждение – это середина. Но что значит эта середина в каждом конкретном отдельном случае? Это гигантский вопрос. Не только в случае от каждой отдельной добродетели, потому что я напоминаю вам, что нам вообще кажется, что середины у справедливости, в смысле пика справедливости, не может быть. Не может быть чрезмерной справедливости, как может быть чрезмерная щедрость или чрезмерное мужество. Именно поэтому это середина, не более чем общее слово. Если таково определение общего, то еще более неточное определение частного. Ведь частный случай не может предусмотреть ни одно искусство и известные приемы ремесла. Напротив, те, кто совершает поступки, всегда должны сами иметь в виду их уместность и своевременность, так же, как это требуется от искусства врача или кормчиво? Все случаи уникальны. Мораль похожа или отражает ситуацию врачевания и кормления. Но кормление не в смысле набивания желудка, а в смысле управления кораблем. Это все платоновские же, все время вечные вот эти врачи, кормчие, учителя гимнастики. Что объединяет врачевание и управление кораблем? С чем имеет дело врачевание? Ну, со здоровьем. Да, да, да. Но ради чего оно имеет действие со здоровьем? Почему оно должно иметь действие со здоровьем? Ну, это задача, основная цель. Что противостоит здоровью? Нездоровью. А ультимативно? Болезнь. Нездоровье есть болезнь. Что ультимативно? Смерть. Конечно. Потому что болезнь ведет к смерти. На самом деле, нет, нет, здоровье не ведет к смерти, нет, смерть это неизбежный конец, но здоровье не ведет к смерти, болезнь ведет к смерти. Старики все-таки все больные, не бывает здоровых стариков. Хорошо, здоровый, прекрасный, молодой человек в самом расцветке сил, он лезет на вышку электропередачи, чтобы что-то получать. Да, да. Он лезет туда только потому, что он здоров, все остальные его больные, которые сделали. Нет, это вы также можете сказать, красивый, значит, вышит через тока, что из качалки прекрасный юноша сбивается машиной, да? Не-не-не, здесь нет прямой связи. А здесь он лезет на эту вышку, только, может быть, единственное, можно туда залезть. Точно, да, точно так, ну и если он умирает при этом от удара током, то это случайности нет прямой связи. Неужели? Прямая связь есть с тем, что он лезет. Здоровье связано с тем, что он лезет, а не с электричеством. И не со случаем, который происходит, от этого лезет. Но его здоровье буквально прибило его к тому, к чему прибило. У нас есть да. Это не прямая связь. С тем же успехом вы могли сказать. Вот если бы у того юноши, что вышел из спортзала, не было ног, то он бы не перешел дорогу и не был бы убит. Справедливо. Вот это чистой воды софизм. Значит, в сократовском примере из государства там есть проблема. Потому что, как вы помните, сначала Сократ называет три искусства. Врач, корнчий и повар. А потом они превращаются только в два искусства. Почему повар не подходит, вы помните? То, что понравится одному, может понравиться. Это первый аргумент. А второй? Он не может убить своего подопечного. Ну, если он его отравит, то он не повар, а врач. Потому что с ядами имеет дело не повар. Повар имеет дело со вкусом. Худшее, что может сделать повар, это накормить вас невкусной едой. Но врач может вас убить. То же самое может и кормчий. Кормление и искусство врачевания связаны, во-первых, самой угрозой жизни, а во-вторых, возможностью этой угрозы жизни воплотить в реальность. Мораль, кажется, в этом смысле связана с ними точно так же. Потому что, с одной стороны, она отвечает на вопрос, кого и когда спасать? И каким образом спасать? Стоит ли мораль выше, чем врачебное искусство? Ведь, в конце концов, моральное спасение – это же не спасение от смерти. Но для того, чтобы понять, почему мораль доходится выше искусства врача и искусства кормчего, достаточно просто вернуться к вашему школьному примеру. Вот он у меня был, и я его помню, не знаю, был ли он у вас. На каком-нибудь из уроках общества знания вам рассказывали историю, предлагая вам некий выбор. История примерно такая. Вы врач, главврач больницы ИКС. У вас есть в данный момент в холодильнике одно сердце на транспортологию. Есть один пациент, который в очереди на эту транспортологию стоит и чья очередь подошла. Только вы, значит, готовите его, готовите сердце, в больницу въезжает первая скорая помощь с человеком, у которого отказало сердце, и которому срочно нужна пересадка. Кому достанется сердце? Тот, кто младшим. Значит, вы проверяете возраст. Вы начинаете думать над этой дилеммой. И пока вы думаете, приезжает следующая машина скорой помощи, а там с отказавшим сердцем великий композитор. Пока вы думаете, приезжает следующая машина скорой помощи, а там с отказавшим сердцем ученый, который находится в двух шагах от решения проблемы с лекарством рака. Только вы над этим думаете, а там следующая машина скорой помощи, и там с отказавшим сердцем, значит, ну, давайте мы не будем говорить президент, а скажем там какой-нибудь лауреат Нобелевской премии, который вот-вот наконец-то достигнет мира в Палестине, решит израильско-палестинский конфликт. Вопрос. Кому из них достанется сердце? И сам факт того, что этот вопрос встает, означает, что мораль стоит выше, чем врачебное искусство. Потому что все, что может врачебное искусство, это пришить сердце. Оно не может решить, кому пришивать это сердце. Оно не может сделать выбор между разнообразием. Знаете, какой ответ? Вас, наверное, учили в школе, какой ответ? Нет, не учили, но... Нет, почему? Кто бы... Постройте архив с точки зрения врача. Нет, с точки зрения врача не можем. Это все люди, которые все нуждаются в одном и том же сердце. Ну, то есть, если встает выбор между жизнью и здоровьем, надо отдавать приоритет как бы в сторону жизни и в сторону большего количества сохраненных жизней. Вот так вот. И в дальнем случае это вот человек, который... Ближневосточник. Нет, ответ... Это выбор моральный. А выбор врача всегда один и точек. Тот, кто был первый. Да. Такова должностная инструкция. Эта должностная инструкция не потому, что тот, кто первый, тот всегда лучше, а потому, что она освобождает врача от морального выбора. То есть, к нему, значит, стучатся там охранники одного, охранники другого, родственники третьего. Он говорит, ребята, я врач, я такие вопросы не решаю, у меня есть должностная инструкция. Но что такое должностная инструкция? Ну, это как закон. Это закон. Но, с другой стороны, получается, тот, кто в очереди, он же... Ну, тот, чья очередь подошла. У него жизнь на грани? Или он просто... Так у него всех жизнь на грани. Ну, то есть, он умирает конкретно сейчас? Мы уже вскрыли его, и вынули его старое неработающее сердце, чтобы вставить ему свежее работающее. И всё же, хотя это так, надо попытаться помочь делу. Прежде всего, нужно уяснить себе, что добродетели по своей природе таковы, что недостаток и избыток их губят. Так же, как мы это видим на примере телесной силы и здоровья. Ведь для неочевидного нужно пользоваться очевидными примерами. Да, Аристотель возвращает нас к началу книги и напоминает нам, что он не про политику, не про искусство политики. Он про политика, про искусство законодательства, про этику. Действительно, для телесной силы гибельные и чрезмерные занятия гимнастикой и недостаточные, подобно тому, как питьё и еда при избытке или недостатке губят здоровье, в то время как всё это в меру и создаёт его, и увеличивает, и сохраняет. Мы тут же задаёмся супер-вопросом, может ли быть слишком много здоровья или телесной силы? Нет, не может. И это как бы парадокс, но это не парадокс, потому что здоровье и телесная сила в нашей с вами метафоре это цели, а не средства. Вопрос в выборе цели и качестве цели не стоит вообще. Цель всегда предельная цель. Вопрос о среднести – это вопрос, о середине – это вопрос в средствах. Наша цель – счастье, максимальное счастье, пик счастья. Не стоит вопрос о том, много счастья, мало счастья, среднее счастье. Но достигает счастья добродетель. Добродетель как средство – это вопрос середины. Слишком много этого, слишком мало этого. Вернемся обратно к телесной силе. Чтобы у нас была телесная сила, слишком много телесной силы, много телесных сил, мы должны заниматься упражнениями. Вот отношение цели-средства. Но слишком много упражнений не развивает силу, а губит ее, потому что мышцы не успевают расти, говоря современными терминами. И вместо этого они только начинают уставать и вести чрезмерную нагрузку. И из-за этого деградировать. Ну и на старом времени у меня остается для развития других интеграний, если слишком уделить там время, например. Нет, ну мы именно, смотрите, у нас была проблема, которую Аристотель пытается решить. Цель не может иметь больше или меньше, а средства могут иметь больше или меньше. То есть для средств середина – это реальный вопрос, а для цели середина – нереальный вопрос. Так обстоит дело и с умеренностью, и с мужеством, и с другими добродетелями. Кто всего избегает, всего боится, ничему не может противостоять, становится трусливым, а кто ничего вообще не боится и идет на все – смельчаком. Точно так же, вкушая от всякого удовольствия и ни от одного не воздерживаясь, становится распущенными, остороняясь, как неотесанные всякого удовольствия, какими-то бесчувственными. Итак, избыток и недостаток – гибельны для умеренности и мужества, а обладание серединой – благотворно. Короткое определение добродетели заключается в том, что добродетель нечрезмерно и недостаточно. И не недостаточно. Ну, начнем с того, что Аристотель не ксенофонт. Это первый шаг. Второй шаг. Естественно, когда речь шла об воздержанности у ксенофонта, речь шла не о том, чтобы быть трезвенником, а о том, чтобы не злоупотреблять. Единственное, в чем не воздержан был Сократ, вы помните, не воздержанность подразумевала, что он слишком много это делал. Воздержанность подразумевала, что делал немного. Нет, ну в данном случае, конечно, речь не идет о ксенофонтовской воздержанности, речь идет об умеренности. Ну, то есть представьте себе, значит, умеренность. Ну, тут, правда, не умеренность. Да, просите еще раз, чтобы я вернулся к... Точно так же, вкушая от всякого удовольствия, и ни от одного не воздерживая, становятся распущенными, остороняясь, как неотесанные всякого удовольствия, какими-то бесчувственными. Бесчувственными, да. Значит, смотрите, смотрите, друзья зовут вас вечером в пятницу пойти с ними посидеть где-нибудь. Если вы говорите «да», напиваетесь в хлам и устраиваете потасовку, это порочность. А если вы говорите «нет» и идете домой, разве это не воспринимается даже сейчас чуть ли не как оскорбление? То есть, если вы всегда говорите «нет»? Нет, вы как порочный человек чувствуете себя в порядке, как другие это, как это видится со стороны. Да, это чувствость. Теперь представьте, что все-таки затащили вас не на попойку, а в кино. И это будут ваши, пусть это будут все ваши подружки, да, остатитесь без мужчин. И это будет, естественно, какая-нибудь сентиментальная драма. Середина фильма. Все плачут. Все плачут. Вы сидите с ровным лицом. Бесчувственность. Ну, это такое. Если только общие мазки, то в принципе, да, я понимаю, что оно. Но в целом так и будет. Нет, общие мазки и в целом, мне кажется, одинаково. Приведите другой пример, где вот постоянный отказ и полное непринятие удовольствий не воспринимается как бесчувственность. То есть, это вы про восприятие или про факту? Ну, попробуйте. Про восприятие, я думаю, мы согласились про восприятие. Да, а по факту давайте. Ну, я говорю, это сэкология невежима. Не знаю людей, кто там много чего делает, что все делают, они вообще не воспринимаются. Нет, речь сейчас про принятие усынования, речь всегда про удовольствие. Есть ли такие удовольствия, в которых все время в себе отказывают при окружающих это действие, да, и при этом выглядят хорошо? Героин. Нет, ну это же не такие удовольствия. Нет, почему? Потому что это сразу порочность, да? Прекрасно, оказывается, мы... Нет, слишком... Не бывает... Давайте... Не бывает слишком много или слишком мало героина. То есть, ну, и чем все равно вспомнить, вот там, ну, такими диалогами возродилось. Я, в принципе, тоже так считаю, что эти люди, которые вот, в моем окружении, что-то воздерживаются, они самые сильные, самые парни, самые основные скищики и так далее, и так далее. Совсем не было то, что я сейчас, минуту, в трое части книжения читаю. Аристотель подразумевает и говорит прямым текстом, что, конечно, вы должны воздерживаться, но не всегда. Иногда... Ну, давайте, хорошо. Если что, не знаю, то, что я 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 не знаю. Да, да, да. Так это все... Это порочность, да. Нет, но смотрите, вот даже те люди, которые постоянно отказываются от чего-то, например, от вина или там от сладкого, все-таки вы же можете себе представить такую ситуацию, когда фроносис потребует, чтобы вы все-таки взяли вино или сладкое в руки. Мы ограничиваемся тем, значит, что назовем вас бесчувственной. Но добродетели не только возникают, возрастают и гибнут благодаря одному и тому же и из одного и того же действия, но и деятельности сообразные добродетели будут зависеть от того же самого. Ранее Аристотель никогда не говорил, что добродетели возникают. Он говорил, они возрастают, потому что мы имеем потенцию к добродетели или к какому-то часть добродетели. Теперь говорит, что добродетель целиком возникает. Так бывает и с другими вещами более очевидными, например, с телесной силой. Ее создает обильное питание и занятие тяжелым трудом, а справиться с этим лучше всего, видимо, сильный человек. Теперь Аристотель поясняет, что и создание, и актуализация, и развитие добродетели это все одно и то же действие. Чтобы и создать, и развить, и актуализировать, нужно просто практиковаться. Ничего другого не нужно. И с добродетелями так. Ведь воздерживаясь от удовольствия, мы становимся благоразумными. Умеренными. Умеренными. Остановясь такими, лучше всего способны от них воздерживаться. Да, вы видите, здесь следующее замечание. Ученик добродетели хуже, чем обладатель добродетеля. Добродетель возникает, но она не благодаря действию. Развивается благодаря действию. И совершенствуется благодаря действию. Но, несмотря на то, что все это одно и то же действие, в то же самое время те, кто совершает одинаковые действия, не одинаково добродетельны. Потому что вполне возможно, что ваше добродетельное действие это первое добродетельное действие. Добродетель уже возникла, но она еще не развилась и не стало полноценной. Слово, которое источник употребляет, которое наш переводчик переводит как «устой», а мы переводим как «привычка». Добродетель становится полноценной тогда, когда мы приобретаем привычку поступать добродетельно. Так и с мужеством, приучаясь презирать опасности и не отступать перед ними, мы становимся мужественными, а став такими, лучше всего сможем выстоять. И здесь еще одна разница между добродетельным и учеником добродетели. Добродетельному всегда легче, чем тому, кто только становится добродетельным. Ну, понятно, да? Самопреодоление и трудности. Помните, мы об этом уже говорили? Тот факт, что вам приходится прилагать усилия, становится доказательством того, что вы делаете что-то существенное, что-то серьезное, и в данном случае делаетесь добродетельными. Но для того, кто уже стал добродетельным, эти усилия больше не прилагаются. Не в таком количестве уж точно. Признаком тех или иных нравственных привычек следует считать вызываемые делами удовольствия или страдания. И вот он признак удовольствия или страдания. Понимаете, да? Кто страдает, когда поступает добродетельно, тот либо учится добродетели, да, либо порочен. Кто получает удовольствие, поступая добродетельно, тот уже добродетельным. Удовольствие неотделимо от добродетельных поступков. Но Аристотель скажет не совсем это. Ведь кто, воздерживаясь от телесных удовольствий, этим и доволен, тот благоразумен, а кто тяготится, распущен. Так же, как тот, кто с радостью противостоит опасностям или, по крайней мере, не страдает от этого... Заметьте, или, по крайней мере, не страдает снова триада, которую мы снова должны превратить в четыре точки, а не в три. Или, по крайней мере, не страдает от этого, мужествен. А кому доставляет страдания, труслив. Ведь нравственная добродетель сказывается в удовольствиях и страданиях. Смотрите, какой вывод-то. Тот, кто учится добродетели, всё равно порочен, потому что он страдает, поступая добродетельно. Ибо, если дурно мы поступаем ради удовольствия, то и от прекрасных поступков уклоняемся из-за страданий. Чем выше добродетель, тем больше удовольствия, благородное или красивое и приятное, связаны. И отсюда я призываю вас перейти на 1099А7, чтобы увидеть интересную штуку. 99А7. И даже сама по себе жизнь доставляет им удовольствие. Удовольствие ведь испытывают в душе, а между тем каждому то удовольствие, любителем чего он называется. И даже сама по себе жизнь доставляет удовольствие. Вернитесь обратно. Угу. Ибо, если дурно мы поступаем... Ибо, если дурно мы поступаем ради удовольствия, то и от прекрасных поступков уклоняемся из-за страданий. Даже жизнь доставляет удовольствие. Не кажется ли, что Аристотель подобающий сократической традиции обвиняет жизнь? Мы поступаем дурно из удовольствия. Даже жизнь доставляет удовольствие. Страдание доставляет не жизнь. Страдание доставляет всевозможные штуки, которые рядом с жизнью присутствуют. Да? А жизнь сама по себе доставляет удовольствие. Да, теперь ваш вопрос. Я уже заметил, да. Желание жить – это такая преграда. Типа, это мы рисуем, это сильное желание привязанность к жизни. Надо внести сейчас к этому. А вообще, я хотел спрошить, что мы там рисовали, вы помогали всем не приравнивать разные нечасти и отсутствуют счастья. А тут вы говорит, с легкой г logrite Если страдаешь, как разрывается, страдаясь, 돼요 funktioniert, вы почти с приравнями вы не приравниваете сейчас. То есть, понимаете, почему вопросов, когда у меня хотим развить добре, если страдали, вы говорите, допорочность с не страдаем. То есть, я câial Может, не согласна остаться, что разные вещи, когда полч съемья страдают и когда страдает, тот, кто хочет развить добро, если даже разного рода страдания, уже в общем не приравниваются. Смотрите, что Аристотель говорит, пока вас не было. Аристотель успел нам сказать, что добродетель искусственна, она не естественна. Если добродетель искусственна, а не естественна, то что тогда естественна? Порочность. Следовательно, мы, грубо говоря, можем сказать, что мы рождаемся порочными. Но порочному человеку добродетель доставляет только страдания. До тех пор, пока он не становится добродетельным. И в этом смысле воспитание добродетеля доставляет страдания. Порочный, который поступает добродетельно из-под палки, и ребенок, который учится быть добродетельным, одинаково страдают. Ну, а если еще, то есть там же все равно, да, будет, ради, так сказать, вот уже не ребенок, а уже вот чуть-чуть там выходить, и когда уже осознанно вырабатывать для себя, культивировать, там, у этой привычки идти в добродетельность, это уже не совсем тот порочный, который вот просто, который должен начать под палки. Ну, наверное, да. То есть это какой-то постепенный процесс, и ему уже страдания поменьше. Где-то на пятый раз после того, как вас впервые заставили вынести мусор, вы уже не ощущаете этого отвратительного запаха, и вас не тянет вывернуться наизнанку от него. Где-то на сотый раз после того, как мусорщик садится в свой мусоровоз, он перестает чувствовать запах вообще. Вот поэтому, как говорит Платон, с самого детства надо вести к тому, чтобы наслаждение и страдание доставляло то, что следует. Именно в этом состоит правильное воспитание. Именно в этом состоит правильное воспитание. Восьмая книга политики посвящена правильному воспитанию и составляющим правильного воспитания. Далее, если добродетели связаны с поступками и страстями, а всякая страсть и всяких поступок сопровождают с удовольствием или страданием, то уже поэтому, вероятно, нравственная добродетель связана с удовольствием и страданием. Всякий поступок и всякое чувство связано с удовольствием и страданием, не с добром и злом. Смотрите, какой интересный заход. Не с благом, а только с удовольствием и страданием. До этого Аристотель говорил, что с благом, с представлением о благе и так далее, и так далее, и так далее. Теперь он говорит только про удовольствие и страдание. С чем связана такая перемена перспективы? С тем, что мы говорим о самом начале добродетеля, а значит, о детях, о детстве? Ребенок явно не может знать, что такое благо. Помимо самого базового животного удовольствия, в смысле даже телесного удовольствия. Или, может быть, дело в чем-то другом? Это показывают и наказание, ибо это своего рода лекарство, а лекарство по своей природе противоположное заболеванию. А Аристотель что, собирается сказать, что недобродетельность – это болезнь? Кроме того, как мы сказали ранее, всякий склад души проявляется по отношению к тому в связи с тем, что способно улучшать его и ухудшать. Ибо нравственные привычки становятся дурными из-за удовольствия и страданий, когда их добиваются и избегают. Причем, либо не того, что следует, либо не так, как следует, либо неверно в каком-нибудь еще смысле. Теперь Аристотель говорит нам, что добродетель отлично от становления добродетели. Добродетельными становятся не путем постоянной практики, добродетельными становятся путем создания правильного отношения к удовольствию и страданию. И в этом смысле есть такие удовольствия, которым надо сопротивляться. Возвращаемся к ребенку. Всякая деятельность связана с удовольствием и страданием. Самое простое, самое базовое, что мы видим в жизни, это стремление к удовольствию и избегание страдания. Аристотель говорит, нет, к сожалению, так не получится. В каком смысле так не получится? Ну? Стремиться исключительно к удовольствию. Да, и избегать страдания. Ну, то, что ребенок будет кончиться. Почему будет хотеть удовольствие переедаться, лежать или сидеть за столами, короче, ну и все. Ну, сам этот процесс тоже удовольствия не приносит. Какой? Ну, то есть избегать страданий. То есть, избегая страданий, человек только... Нет, ну, у него есть две части, да. Избегать страданий и стремиться к удовольствиям. Аристотель как раз будет говорить прямо противоположные вещи. Ребенок должен стремиться к страданиям, избегать удовольствиям. Ну, как ребенок это может делать, если у него только, ну, как бы, животная душа и растительная? И ответ, конечно, с помощью закона. А как ребенок? Ребенок же не понимает, что там за законом. Нет, нет. Ребенок, может, не понимает, что такое законом, но он понимает, что такое тумак. Или подзатыльник, да? Да, владетель в своем начале всегда приносит страдания, а не удовольствия. Но ребенок же не сам стремится к страданию, либо к удовольствию. Ребенок стремится к удовольствию сам и прочь от страданий стремится сам. То есть, смотрите, процесс воспитания – это процесс культивации. В смысле взять естественное и сделать из него искусственное. Но этот процесс, как искусственный, полностью противоположен естественному. Первоначально добродетель и практика добродетели вызывает только страдания. Удовольствия не приносит никакого вообще. Поэтому первоначально ребенок должен и будет бежать и сопротивляться. В этом смысле политическая наука и политическое искусство, которое должны делать все граждане добродетельными, прекрасно должны понимать, что делаться это должно не с их согласия. Вы же не можете добиться согласия ребенка на то, чтобы он страдал? А либеральные люди сюда подходят на тупо, на тупо отхвозят систему. Все, как это такие должны быть? Логично. С этими ювелинальными юстициями, которые говорят, что они говорят так. Скорее даже можем сказать, что либеральное государство пропустительствует. Просто добивайтесь своих удовольствий, какие у вас есть, сколько угодно, да. Но ведь мы вполне можем. Ну, принудить – тоже не очень хорошее слово. Но сделать так, чтобы легонанский стримы, с их страдаем. Это реально просто не случай, если награда будет больше, чем у вас страдания. Чем у вас страдания, чем у вас страдания. То есть это надо не только с палкой стоять, но и чему-то гарантировать. Да, но тогда мы все еще будем говорить о грядущих удовольствиях. То есть мы матируем ребенка к страданию удовольствиями. Просто обещаем ему больше удовольствия, чем те страдания, которые он испытывает. Как можно обменять боль, которая сто процентов есть сейчас, и ты ее ощущаешь, на блаженство, которое тебе обещают, но которое произойдет не сейчас и может не произойти вообще, и непонятно какого уровня будет. Такие происходят факторы. То есть азарт, Лизич, не случайно азартный. Азарт, как азартные игры, ведь требует немедленной награды. Вы не получите. Азарт невозможен на долгих расстояниях. Азарт сиюминутен. То есть если прямо сейчас вы не скажете ребенку, значит, получай тумак и я дам тебе конфетку, немедленно, то после удара тумака и без конфетки в течение 10 минут все, это не будет. Да, 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 да. И тут есть следующая проблема, проблема заключающаяся в том, что мы ведь не просто говорим о каком-то страдании, а потом о каком-то наслаждении. Мы говорим о вполне конкретной, о добродетели, да. И добродетель заключается не только в том, чтобы просто правильно поступить, а в том, чтобы приучить себя к тому, чтобы всегда правильно поступать. И в этом потом черпать удовольствие. То есть если вы будете говорить ребенку, вот так себя веди, и я тебе дам конфетку, это никогда не сделает его добродетельным. Ну, может, привычка же культивируется. Хороший вопрос, но ведь привычка будет не к тому, чтобы поступать добродетельно. Ну, хорошо, хорошо. Нет, то есть вы бросаете ребенка на произвол судьбы, если догонит – молодец, не догонит – не молодец, да? Ну, если у других нет вариантов, такие дети как бы только вот, ну, рисовать горе, фантазировать, обманывать, но и вести вот путем воспитания. Что ж, давайте продолжим. Вот почему добродетели определяют даже как некое бесстрастие и безмятежность. Здесь два слова – бесстрастие – апафия, безмятежность – эремия. Апафия – это, конечно, российская апатия. Бесстрастие – это бесчувственность, без пафоса. Ну, пафос – это буквально чувство. Я считаю, что негативный контакт с эреминой – это безмятежность хорошего слова. Нет, в данном случае именно позитивное. Добродетель – это бесстрастие. То есть в том смысле, что вы не подчиняетесь страстям. Ну, это определение не годится, потому что не указывается, при каких условиях это так, а именно как, когда и при каких еще имеющих сюда отношения обстоятельствах. Итак, стремление к удовольствиям и избегание страданий мы можем назвать, и стремление к избеганию страданий мы можем назвать условно аффектами. Добродетель – это свобода от аффектов. Но Аристотель думает, что все сложнее, потому что не просто надо быть а-ля буддистский священник, полностью отрешившимся от мира, а надо знать, от каких страстей избавляться и при каких обстоятельствах. А при каких обстоятельствах эти страсти нужно принимать. То есть, мы возвращаемся к нашему примеру. Конечно, если друзья зовут вас пить, или если вы просто сидите с друзьями и они начинают пить, конечно, это не самое время, чтобы начинать пить. Но если вы находитесь в захваченном в 1945 году Рейхстаге, где, значит, гитлеровцы подписывают соглашение и союзники поднимают тост, или если вы находитесь на похоронах супер-близкого вам человека или крайне великого человека, и правило приличия требует, чтобы вы, например, не выпили в данном случае, а почтили его память поминальным словом, а вы ненавидите вообще всю эту официальщину и вот эти вот все разговоры пустые, придется это сделать. То есть, Аристотель снова приземлен. Мы не просто отказываемся от страстей и уходим в лес. Добродетельность заключается в том, чтобы с помощью Фронстенса понимать, когда можно отказываться и от каких страстей можно отказываться, а когда нельзя и не нужно отказываться. Следовательно, основополагающее определение такое. И смотрите, прошло определение добродетели. Данное, то есть нравственное добродетель, это способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствия и страданий. Заметьте, не в отношении блага и зла, не в отношении знания и незнания, а только в отношении удовольствия и страданий. Благо и зло, как мы уже говорили, предполагает некое знание. Удовольствия и страдания не предполагают никаких знаний. Это же явствует, пожалуй, еще и из следующего. Три вещи мы избираем и трех избегаем. Первые три – это прекрасные, полезные, доставляющие удовольствия, а вторые противоположные этому – постыдное, вредное, доставляющее страдание. Заметьте, схема тут же усложнилась. Не удовольствие и страдание, а прекрасное, полезное удовольствие, вредное, постыдное страдание. Во всем этом добродетельный поступает правильно, а порочный оступается, причем главным образом в связи с удовольствием. Заметьте, главным образом. Потом Аристотель объяснит, почему главным образом. Дело в том, что к удовольствию мы приучены с рождения. Удовольствие и страдание – это первое, что мы испытываем, первый наш опыт. И он же самый частый, и он же самый сильный. А стыд и вред появляются только потом. Именно поэтому все или большая часть, подавляющее большинство ошибок, которые мы совершаем, связаны с удовольствием и страданием. Ведь именно оно – общее достояние живых существ и сопутствует для нас всему тому, что подлежит избранию, ибо прекрасное и полезное тоже кажется доставляющими удовольствия. И смотрите, еще один аргумент. Мы думаем об удовольствии чаще всего и действуем, подразумевая удовольствие чаще всего, не только потому, что оно ближе всего нам, но только потому, что оно самое базовое. Но также еще и потому, что, как Аристотель говорит, как кажется, прекрасное и полезное тоже ведут к удовольствию. Кроме того, чувство удовольствия с младенчества воспитывается в нас и растет вместе с нами, и потому трудно избавиться от этой страсти, коей пропитана вся жизнь. Так что в наших поступках мерилом нам служат одним больше, а другим меньше – удовольствия и страдания. Поэтому наши занятия должны быть целиком посвящены этому, ведь для поступков очень важно, хорошо или плохо наслаждаются и страдают. Заметьте, эти две бинарные пары автоматически означают четыре варианта развития событий. Хорошее удовольствие – хорошее страдание. Плохое удовольствие – плохое страдание. Может быть, как хорошее страдание, так и плохое удовольствие. А вот вопрос. Ну, вот Аристотель пишет, что, кроме того, чувство удовольствия с младенчества воспитывается. Да, это то, что я как раз воспитывается в нас и растет вместе с нами, да. Ну, воспитывается, надо посмотреть, что там в оригинале стоит, но, скорее всего, да, да, да. Но оно же не воспитывается? Но оно всегда присутствует, да. Воспитывается и растет, значит, культивируется и растет. Кроме того, по словам Гераклита, с удовольствием бороться труднее, чем с яростью. А искусство и добродетель всегда рождаются там, где труднее, ведь в этом случае совершенство стоит больше. Смотрите, всегда там, где труднее страдание и труд являются мирилом добродетели. Но важно здесь не это, а то, что это, естественно, выступление против Платона. У Платона-то гнев – это качество стражей, а удовольствие – это качество третьего сословия. Платон говорит, ну, снизу, конечно, Платон говорит, разум, гнев, фимос, удовольствие. А Ростокий говорит, нет, 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 удовольствие гораздо сильнее, чем гнев. У нас будет только одна добродетель, которая связана с гневом. Так что еще и поэтому с удовольствиями и страданиями связано все, с чем имеют дело и добродетель, и наука о государстве. Наука о государстве буквально «политикэтехне» – политическое искусство. Действительно, кто хорошо справляется с удовольствием и страданием, будет добродетельным, а кто плохо – порочным. Добродетель связана с политикой, а не с другими искусствами, потому что только политика учит, чего избегать, а к чему стремиться, и наказывает того, кто уклоняется от этих ее указаний. Только политика напрямую связана с моралью, и только политика определяет моральность. То же самое у Гоббса, как вы знаете. Философ не имеет никакого отношения к нравственным добродетелям. Подлинное счастье и подлинный добродетель не имеют. Для этого надо читать политику, и если коротко, то он вне общества и выглядит для общества как преступник. Итак, договоримся, что нравственная добродетель имеет дело с удовольствиями и страданиями, что она возрастает благодаря тем поступкам, благодаря которым она возникла. Но она гибнет, если этих поступков не делать, и деятельность ее связана с теми же поступками, благодаря которым она возникла. Короче говоря, она как привычка, и если вы привычку не подкрепляете, она исчезает. Нельзя сделать два добродетельных поступка, после чего объявить себя добродетельным и навсегда уйти на покой, пока вы еще на коне. Нет, так не получится. Не получится это также и потому, что счастливым мы можем объявить только человека, который либо уже умер, либо близок к смерти. В частности, именно по этой причине. Что ж, давайте пока на этом остановимся. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Как вы, Нюшка, заживала последние мысли после обсуждения, все-таки полезное, прекрасное. Это потом разделилось на 4, я не успела заметить. Или как быть с тем, что, например, если мне удовольствие доставлять умеренное, здоровая пища, мне нужно не отказываться. Или это как раз хорошее удовольствие. Он делит как так. Полезное и прекрасное, но у нас удовольствие. Да, подталкивает нас. Полезное и прекрасное, как кажется, ведут к удовольствию. Давайте с этим согласимся. То есть, когда вы смотрите на прекрасную картину, вы получаете удовольствие. Если вы здоровы, вы получаете удовольствие от этого. А если он хуже, но не я, то он человек, который развился, как этот добродетель развил, он же получает удовольствие? Да, конечно. Это просто немножко другое, чем просто человек, который только начал испорочно выходить, и для него нужно... Все-таки что с паризмом прекрасно делать надо, если человек хочет страдать, и тогда... Аристотель, смотрите, Аристотель говорит, наши поступки мотивируют удовольствие и страдание, но потом он поправляется. Также мы можем сказать, что помимо этих двух основных мотивов, есть еще два – польза и красота. Есть такие поступки, которые вы совершаете не потому, что они доставляют вам удовольствие, а потому, что они приносят вам пользу. Ну, вы на работе устроились, да? Это же не одни места, не удовольствие, а только, да? Вот. И второе – есть такие поступки, которые не приносят пользы и не доставляют удовольствие, но являются красивыми. На той же работе вы говорите своим коллегам, что сегодня, что так, как, ну, своему коллеге, который, например, приболел или жалуется, что он устал, что сегодня вы выполните его работу за него. Вам за это прибавят зарплату? Значит, это не полезный поступок. Вы почувствуете удовольствие, пока будете выполнять эту работу? Нет. Значит, это не поступок, связанный с удовольствием. Красивый ли это поступок? Нет сомнений никаких. Но дальше Аристотель добавляет, мы любим красоту и пользу, потому что часто они связаны с удовольствиями. Например, когда вы совершаете этот красивый поступок, вы, естественно, испытываете удовольствие от того, что совершаете красивый поступок. Вот такая связь. Но это не значит, что к порочности ведутся совершение действий вот таких, которые... Как это? Как это? Конечно. Ну, это может вести к порочности, естественно. Смотрите, вы зарабатываете деньги, это же все еще полезный поступок. Вполне себе вы эти деньги можете использовать на развитие своих порок. А вы, например, можете, если я ем апельсин, там, раз, не переедаю ему, например, и у меня... Нет, а вы уже проявляете добродетель. Это умеренность, вы едите один. Ну, удовольствие это получает пользу. Так добродетель связан с удовольствием? Понятно, это просто... Если вот польза, это же так для добродетельных, а если вот и вывод... Да, да, то есть это удовольствие, польза и красота могут вести как к пороку, так и к добродетели. Я поняла, что белка все для себя... Нет, это арестователь. Ты рассмотришь красиво все, порочные вещи. Да, но это христианский арестователь не настолько категоричен. Он все время обдумывает, все время более приземлен, говорит, есть нюансы, есть исключения. Надо каждый раз принимать, ну, руководствоваться фроносисом и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы настолько любите красоту, что вы перестали работать, перестали общаться с друзьями, а только ходите в Третьяковскую галерею и смотрите, а потом, когда у вас кончились деньги, начинаете воровать чужие билеты в Третьяковскую галерею, да, то это порочность. Хотя, ну, Аристотель бы вам сказал, что для того, чтобы это не случилось, надо смотреть умеренно. Не надо слишком часто этого делать. Хорошо. Спасибо.